Вот так колорации готовятся к снежному шторму, который мы ожидаем в эти выходные. Полки магазинов начали пустить. Вот это вот, например, ряд с готовой едой. Для меня было неожиданно, что он опустел, потому что здесь в основном нарезка овощей и фруктов. Здесь обычно стоят нарезанные дыни, бананы, арбузы, ягодки. В общем, готовые к употреблению. Все вымели. Вот видите, это с другой стороны очередь в этом магазине. Короче говоря, очереди, да, впечатляют. А это ряд с готовыми салатами. Ну и вообще салатными листьями и всякой разнообразной зеленью. Тоже, как видите, очень сильно поредили ряды. Это как раз то, что можно есть на тот случай, если еды не будет и не будет света, чтобы приготовить. Не будут работать электроплиты. Вот, например, грибы все разобрали. Вот это я удивился. А что тут было, так я даже и не понял, что тут разобрали. Даже этикеток не осталось. А это сосиски все разобрали. Видимо, сосиски народ планирует жарить на гриле. Так же, как и вот этот вот ряд с всякими колбасками, пиханными пальцами, фаршами, котлетками. В общем, тоже здесь обычно лежит то, что люди любят жарить на гриле. И в самом конце осталось только ягнятина. Видимо, ягнятина дороговато, ее не очень-то раскупают. Ну или вот, например, холодильник с курицей. Курицы не осталось вообще никакой. Обычно здесь лежит целая куча крылышек, ножек, бедрышек с костями, без костей. Целая курица. Ну вот, как видите, осталось совсем чуть-чуть и на этом все. Ну и, конечно же, разобрали воду. Воды тоже осталось очень мало. Я бы сказал, совсем мало. А вот интересно, разобрали все лекарства какого-то вида. Я не знаю, что там за лекарства были, но полки оказались пустые. А это холодильник с готовой замороженной едой. Тоже немножечко поредил. Конечно, не все закончилось, не все разобрали. Маша сказала, наверное, самую вкусную пиццу растащили, потому что другие виды лежали. Но также можно посмотреть, что и в хлебном отделе тоже очень-очень сильно ряды поредели. Хлеба очень мало. Обычно эти полки забиты доверху. Точно так же, как и полки с соком тоже очень сильно поредели. И такая ситуация не только в этом магазине. Ну и в других магазинах мы на всякий случай зашли в Walmart. И вот можно посмотреть, что в Walmart точно такая же ситуация с очередями. В общем, кошмар, караул, люди готовятся к апокалипсису. Обещают, что в субботу ночью начнется снегопад, который закончится утром в понедельник. И должно выпасть у нас в районе 30 дюймов снега. Это практически 60 сантиметров. Это реально очень много. Посмотрим, как мы это переживем. Так что оставайтесь на канале. Буду снимать и, конечно же, показывать, во что все это дело превратится.